У Маляки Минезини необычные корни. Ее мама по национальности казашка, а папа итальянец. Девушка живет в Алматы и в совершенстве владеет пятью языками. Я родилась в Алматы. Живу я здесь с 2006 года, так как всю свою жизнь я путешествовала благодаря своим родителям. Несмотря на то, что всю юность Маляка провела за рубежом, высшее образование она получила в Казахстане и строит карьеру уже на родине. В данный момент у меня уже есть два высших образования. Я закончила КИМЭП в 2010 году. Параллельно я поступила на первый подкурс консерватории. И вот в прошлом году, в 2015 году я закончила консерваторию факультета вокала. Параллельно работаю по своей специальности КИМЭПовской, то есть я в маркетинге работаю в данный момент. Использую свой итальянский язык, которым мне так не хватает иногда здесь. И параллельно занимаюсь вокалом. Скоро я буду стажироваться в Готобе. Для меня это большой шаг. Я жду этого. И сейчас в данный момент готовлюсь усиленно. То есть хожу на вокал, занимаюсь, учу партии. По своему опыту Маляка считает, языки играют важную роль в жизни людей. И изучать их необходимо еще в школьный период. Я думаю, что ребенок, любой ребенок, он изначально рожден талантливым. Сколько дашь информации, столько он впитает. То есть любой ребенок, он как губка. И все это познается в очень таком веселом аспекте. То есть не нужно заставлять учить ребенка какой-то язык. Он в ходе развития своего начинает впитывать всю информацию. И, ну, на примере меня, я вот пошла в школу. Я же не могу не общаться со своими сверстниками. Мне хотелось общаться, там, дружить, бегать, играть. И в любом случае слово за слово. И через месяц я уже полностью разговаривала на английском языке. Понимала своих сверстников. И я считаю, что любой ребенок это воспринимает быстро. Не нужно ограничивать никогда своего ребенка в чем-либо. Если он хочет танцевать, разрешите. Если он хочет изучить язык, разрешите. Наоборот, дайте больше возможностей. Потому что ребенок это маленький человек, который в жизни раскрывается со временем. И это несложно изучать три языка. И это абсолютно несложно получать такой большой объем информации. Маляка советует полностью погрузиться в языковую среду. Только так, по ее мнению, можно быстро и эффективно освоить новые языки. Ну, в первую очередь, это среда обитания. И это нужно ограничить себя сразу, общение с людьми, которые говорят на твоем родном языке. То есть, если ты, например, едешь во Францию учиться, то в первую очередь нужно займить новых друзей, которые являются французами, а не общаться со своими друзьями, с которыми ты приехал туда учиться. И тогда у вас быстрее пойдет вот этот процесс изучения языка. Ходить, я не знаю, в кино элементарно, слушать эту музыку, чтобы она всегда была на ушах. Потому что, ну, я все воспринимаю через звук. Так как все-таки где-то в душе я уже музыкант, я все воспринимаю через звук. И это очень важно, слышать это вокруг себя всегда. Продолжение следует...